Здравствуйте, уважаемые друзья! Тема дня в эфире. 3190 наш телефон. В студии работает Ирина Чекунова. А теперь представляю экспертов нашей программы. Итак, Сергей Заскокин, следователь по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики. Регионального следственного комитета Сергей Владимирович. Здравствуйте. Дмитрий Мотис, старший следователь второго отдела по расследованию особо важных дел о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики Регионального следственного комитета. Дмитрий Алексеевич, приветствую вас. Добрый день. Валентина Юрьевна Королева, старший следователь второго следственного отделения по расследованию преступлений прошлых лет первого отдела по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности Следственного комитета России по Тверской области Валентина Юрьевна, приветствую вас. И Эдгар Веселов, следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел Регионального Следственного Комитета Эдгар Сергеевич. Здравствуйте. Уважаемые друзья, я сразу хочу вас поздравить с праздником. 25 июля в России свой профессиональный праздник отмечают сотрудники следствия. Это подразделение, этот праздник объединяет несколько подразделений. Это и ваш Следственный Комитет, это и ФСБ, и МВД России. Все, где есть следствие. Началось все в 1713 году, 25 июля. Когда Петр Первый подписал именной указ о создании первого специального следственного органа России в следственной канцелярии. И тот принцип, который был положен тогда, принцип независимости следствия, которая подчинена напрямую главе государства, он работает, этот принцип до сих пор. Да? Безусловно. Давайте мы о своей работе, о том, как, Сергей Владимирович, может быть, начнем с вас, преступления против государственной власти и в сфере экономики. Это, наверное, особый вид преступлений, да, такой, это требует, все требует кропотливости, да, без внимания не остается ничего, но здесь это такой, наверное, особый пласт работы. Здесь дела в основном экономические, коррупционной направленности. Дела могут быть предусмотрены в статье 159. Это мошенничество, присвоение растрата, все, что связано с должностными лицами, исполненнослужебного положения. Это дела, по которым фигурантами выступают должностные лица коррупционной направленности. Это может быть взятничество с допустимыми полномочиями, превышение должных полномочий, халатность и иные составы, в принципе. Вы как шли долго вот к этому направлению? Вы в следствии с 2011 года, да? С 2011 года окончил профинно-образовательное учреждение, соответственно, юридической направленности, специализация предварительного следствия. Соответственно, с 2011 года работал. Начинали где? Что называется, на земле? Начинал, да, в районных следственных отделах. В дальнейшем уже непосредственно попал в аппарат. Дмитрий Алексеевич, вы тоже, у вас подобный, похожий путь, вы ведь тоже с 2011 года, да, в следствии? А пришли сразу в следствие, да, то есть вы не проходили службу раньше нигде? Нет, я сразу же поступил в следственное подразделение в 2011 году, это еще было в милиции, потом уже в полицию были переведены мы все. То есть в начале следствие полиция? Да, безусловно. И то же самое, точно так же, прошли путь, вот до того, как стать, вот уже непосредственно в управлении работать. Вы работали на земле? Да, конечно, работал в районном отделении городского округа, уже иного субъекта, а впоследствии перевелся в систему следственного комитета и управления. Валентин, вы уже не первый раз у нас в эфире, но, во всяком случае, напомним нашим телезрителям, с чего начиналась ваша дорога, да, и вообще, насколько важно, вот как все говорят, что нужно пройти как в полиции службу участкового полноучного, а там дальше дорога до генерала вперед. А так и для работника следствия важно посмотреть, что творится там, вот что называется, в низах. Безусловно, я закончила ведомственную академию следственного комитета в Москве, и в 2019 году поступила на службу в Заволжском межрайонно-следственном отделе. Заволж, это тоже непосредственно. Земля все, что не управление, да? Это очень сложный район, там ему подведены 2, Пролетарский и Заволжский, соответственно, я считаю, что, безусловно, надо посмотреть работу, как говорится, с низов, чтобы ее прочувствовать, и дальше уже расти по карьерной лестнице. Но рост этот безусловен, да, тот, кто хочет работать, есть все шансы? Ну, конечно, в каждом отделе, при каждом повышении все равно появляются новые дела, новые какие-то успехи, и, ну, обязательно надо начинать непосредственно с земли, где нужно набраться опыта. Это совет всем будущим следователям, да? Эдгар Сергеевич, вы в 2016-м, вот вы мне напомнили, когда мы встречались здесь же, в этой же студии, были здесь в качестве молодого следователя. Начинали в 2016-м, только тогда пришли, да, в следствие? Да, я только в 2016-м году также прошел этот путь тернистый и нелегкий из Заворского межрайонного следственного отдела, был там до Валентины Юрьевны, соответственно, последовательно занимал различные должности, с того периода уже прошло достаточно количество времени, с 2016-го года. вот, соответственно, в настоящий момент уже работаю в управлении, в нашем следственном управлении, занимаюсь должностью следователя по особо важным делам, так скажем, тот опыт, который я собрал за все это время, мне пригодился, и в настоящий момент дополняется и используется в полном объеме. Вот за эти годы, с 2016-го, если молодой следователь, то можно еще как-то вильнуть, да, наверное, да, это не по мне, ни разу не разочаровывались? Вы знаете, мой путь более тернистый был, я даже один раз, как говорится, вильнул. Вильнул. Я уходил, да, уходил я в 2018-м году из данной системы, в правительстве работал, в гражданско-правовой сфере, но, знаете, все-таки следователь — это призвание, и я это в дальнейшем осознал и вернулся, уже только не в Заворске, в другой отдел, и последовательно уже в управление попал. Слушай, ну это героический путь, да, вернуться, и с такой, казалось бы, вот... Ну, если честно, меня хватило на год гражданской службы, и я... Не вашу, да? И я вернулся, да, обратно. И я уже понимаю, что я здесь до конца, до победы. Ну, вы, наверное, все, да, кто присутствует здесь, в этой студии, вы уже для себя определили, что это призвание, что никуда больше, конечно, жизнь может по-сякому сложиться. Да, Сергей? Безусловно, конечно. Ну, вы знаете, получены здесь знания и опыт, они настолько обширны и широки в разных юридических сферах, что можно найти себя и в гражданской специальности, и в уголовной специальности, и в качестве адвоката, и в качестве судьи. То есть следователь — это тот человек, который в процессе расследования уголовных дел постигает различные сферы знаний, даже технические, инженерные, ну, всякие дела попадаются, когда тебе приходится вникать в различные даже технические устройства, как это устроено, почему, ну, конечно, есть эксперты для этого, но, тем не менее, без понимания этого ты сам это дело не закончишь. Поэтому, ну, здесь мы получаем огромный опыт, и уже как более опытные коллеги помогаем своим более молодым коллегам, делимся опытом, помогаем, так скажем, как коллеги. Вы говорили, что можно устроиться в различных, да, жизненных профессиях. Очень много следователей, которые когда-то давно уже закончили свою службу, 10-15 лет назад среди адвокатов встречают. Точно так же, вот, то, что вы перечислили, и по-прежнему общаемся, это действительно школа жизни. Вообще, с какого времени, Сергей, вы еще советуете, вот, если человек задумал стать следователем, когда уже стоит задуматься над этой эстезией? Из детского сада, со школы? Нет, считаю, что решение должно приниматься осознанно, уже наверняка по окончании школы, все-таки. Если это профильный университет, как у нас система следственного комитета, Санкт-Петербург, Москва, либо филиалы, соответственно, учебного заведения, либо гражданские вузы юридической направленности, как у нас, например, в ТГУ, соответственно, в период обучения. А потом смотреть уже, да, куда? Есть институт общественного помощника. Да, это обязательная вещь. Дмитрий, вы с какого возраста, скажем так, определились в профессии? Ну, вы знаете, наверное, как раз с детского сада-то и определился. Да что вы! Осознанное решение принимал уже по окончании высшего учебного заведения. То есть вот так вот, да? А с детского сада это как по книжкам, по фильмам или что? Или кто-то есть в семье? Да, вы знаете, у меня вся семья относится к системе правоохранительных органов. Поэтому, посмотрев на своих родственников, которые в этой сфере общались, не вращались, как бы, уже хотелось пойти в систему. Однако решение принималось уже в более позднем возрасте, когда отучился на гражданской кафедре, задумался о том, что, может быть, изначально пойти в адвокатуру. Но вот, как Эдгар Сергеевич сказал, все-таки следователь, это, видимо, признание генетически заложено. Поэтому поступил сразу же уже в органы милиции тогда еще. Уважаемые друзья, нам показывают, что сейчас мы уйдем на небольшой перерыв. Не переключайтесь. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. Сегодня у меня в гостях представители регионального следственного комитета. 25 июля в России отмечается День следствия. Этот праздник объединяет различные структуры правоохранительные, это и следственные комитеты ФСБ и МВД России. Давайте сейчас по конкретным делам поговорим. Выяснили, кто как пришел в следствие. Валентина Юрьевна, дела прошлых лет, да, вы занимаетесь этим. Давайте напомним уважаемым жителям региона, которые считают, что если преступление не раскрыто в положенный срок, не найден человек, исполнитель того или иного преступления, то все, о нем забывают. Кладут в долгий ящик и что срок давности проходит. Как обстоят дела? Такого нет у нас в любом случае, с учетом того, что сейчас внедряются новые технологии, то проводится анализ, соответственно, преступлений прошлых лет, которые не были раскрыты. И сейчас довольно-таки удачно раскрываются, находятся лица, подлежащие уголовной ответственности. Даже если прошел срок давности о привлечениях к уголовной ответственности, то они все равно также могут попасть под суд, несмотря на то, что у нас есть некоторые поправки в законодательстве. И также получить наказание, освободиться от него, но все равно в базах информационных будет сведения о том, что он судим. Что он судим? Конечно, все равно будет. У меня был такой пример. Мы раскрывали дело 2002 года, и там обвиняемый не был согласен с тем, что его привлекают к уголовной ответственности, вину свою отрицал на протяжении всего следствия, в суде, но был приговорен к 8 годам лишения свободы, освобожден от наказания с истечением сроков давности. А срок давности, он во всех преступлениях истекает? Или есть особо тяжкие, которые нету срока давности? Нет, почему нету срока давности, например, по убийствам, которые квалифицированы, то квалифицирующие признаки есть, не простое убийство, а сопряженное с разбоем или с похищением человека, там нету срока давности, и лицо может также получить наказание, и даже спустя некоторое время все равно поехать его отбывать. Ну вот как сейчас идет у нас в Твери процесс над Тверскими волками, да, где они убийство совершили, по-моему, в начале 2000-м году. Да, да. И это считается, ну, как особо тяжкие преступления. Да, особо тяжкие, те, которые направлены, безусловно, против жизни и здоровья населения, там нету сроков давности, да, как мы говорим, и в любом случае лицо может быть привлечено к уголовной ответственности и даже понести за это заслуженное наказание. Вот вы сказали современные технологии. Я помню случай, когда, помните, несколько лет назад жители Ташка привлекались за двойное убийство, который уже жил в Москве, у него уже был другой паспорт, другое имя, вообще все по-другому, и лицо он даже изменил себе. И он был уверен, что его не найдут никогда. Ну, благодаря, на самом деле, тесному сотрудничеству с другими ведомствами, то есть, если сохраняются вещественные доказательства, можем их отправить на новые экспертизы, выделить тот же ДНК-профиль, который у человека не меняется всю его жизнь, и даже отпечатки пальцев, и очень у нас обширные сейчас базы информационные найти этого человека и, соответственно, привлечь его к ответственности, даже если он живет за пределами нашего региона. Да, и, возможно, в нашей стране. Конечно. Но, тем не менее, то есть, наказание как бы в веревочке не вится. Это можно сделать вывод по преступлениям прошлых лет, да? И ваше целое подразделение отвечает, да? Да. И это постоянно на контроле. Естественно, постоянно изучаются дела, непосредственно, которые находятся в архивах, в районных наших межрайонных следственных отделах. Они постоянно поднимаются, проверяется, что можно проверить, потому что, например, даже, повторюсь, да, и какие-то объекты были в базах, сейчас можно это запустить по новой проверить, и по проверке будет совпадение, и тогда человек находится и, соответственно, допрашивается, и дальше проходит работа по раскрытию данного преступления. Сергей Владимирович, в последнее время, вот на Ваш взгляд, преступления, касающиеся Вашего профиля, это, напомню, преступления против государственной власти в сфере экономики, их стало больше? Вот как Вы ощущаете? Я считаю, уровень примерно сохраняется на одном, примерно, да. Не могу сказать, что их стало больше, в принципе, из тех, которые могу выделить, это, например, два примера. Одно уголовное дело у нас расследовалось, соответственно, в этом году, было окончено, это по факту получения денежных средств заместителем руководителя одного из учреждений города Твери за организацию, содействие в организации конкурентных процедур по выкупу недвижимого имущества на территории города Твери, которое в дальнейшем, соответственно, было передано. В этом случае сумма взятки составила 500 тысяч рублей, а общей суммой миллион рублей. Второй пример в этом году также расследовалось, совершено было в марте. Это преступление было связано с получением также должностным лицом одного из муниципальных автономных учреждений города Твери денежных средств в размере 200 тысяч рублей за содействие и ошление коммерческой деятельности, беспрепятственное ошление и, соответственно, выбытие и невозможность конкурентным посредством воздействия на процесс. В этом случае сумма взятки, как я сказал, 200 тысяч составила. Оба уголовного дела совершены в крупном размере. Все уголовные дела были направлены в суд. А вообще, Дмитрий Алексеевич, по-вашему, вот как мы с Валентиной говорили, что преступление просто в прошлые годы, как бы вы ни прятались, все равно преступление будет раскрыто. Любая взятка, то есть как бы веревочки не видятся и в вашем случае, такие преступления будут раскрыты. Да, абсолютно. Это же нужно все доказать, это же все единичка к циферке к циферке. Во многом успех в расследовании уголовных дел данной направленности зависит от положительно проведенных оперативно-рисыскных мероприятий как сотрудниками Федеральной службы безопасности, так и подразделений полиции. Например, также в нашем отделе расследовалось уголовное дело по факту коммерческого подкупа одного из должностных лиц госучреждения города Твери и Тверской области. При этом предмет коммерческого подкупа указанному руководителям вымогался у контрагентов госучреждения. То есть юридические лица ставились в такие условия, при которых они не могли получить оплату за выполненные ими работы без так называемого отката в адрес руководителя. Притом суммы выполненных работ по контрактам варьировалось порядка от 20 до 60 миллионов рублей. Или отчасти ли? Да, за что разовый коммерческий подкуп составлял минимальный от 250 и заканчивал с несколькими миллионами. В данном случае сам факт был выявлен путем проведения оперативно-рисыскных мероприятий, был зафиксирован единичный случай, однако в дальнейшем при исследовании полученных доказательств производства бухгалтерских судебных экспертиз, также исследования результатов прослушанных телефонных переговоров был установлен ряд эпизодов, в причастности которых был увлечен данный руководитель. Эти уголовные дела успешно отрасследованы, по ряду из них уже состоялись и гнительные переговоры, и данному руководителю назначено наказание. В данном случае также часть данных фактов еще находятся на стадии предварительного расследования, однако с учетом собранной доказательной базы уже получены признательные показания, и дело планируется также к направлению в суд для рассмотрения по существу. А вообще вот суммы взяток, они растут как вот? Аппетиты возрастают или от человека зависит, потому что иной раз просто диву даешься, о каких суммах идет речь. Что человек не понимал, что это опасно, что он может попасть в... Вот как вот они рассуждают, вот как, ребят? Естественно, имя движется корыстный, корыстный мотив. Что, мне главное, схватить, да, там хоть трава не расти, что? Сумма взятки, возможно, зависит от имущественного положения лица, от занимаемой должности, от конкретного интереса, который им движется в настоящий момент, от того лица, от которого он получает, возможно, от контракта, который непосредственно является предметом совершения. А чем выше должность, такое иной раз почитание сказалось, тем дальше от земли, вот, Дмитрий Алексеевич, они что, они считают себя неподсудными? Ну, в данном случае, скорее всего, зависит от того, что чем выше должность, тем больше денег ты можешь получить, исходя из того, какие контракты ты можешь заключить, либо какие действия ты можешь предпринять в сему занимаемой должности. Поэтому и аппетиты действительно возрастают. Скажем так, чем выше занимаемая должность, тем больше просят за те или иные услуги. Здесь раскрыто, как Вы сказали, вот Ваше преступление в основном, да, первая ниточка идёт, это оперативно-розыскная деятельность. Это никто там из подчинённых, или кто-то там недовольный, что называется, не настучит, скажет, вот, воруют. В основном идёт это оперативно-розыскная работа. Конечно, основа – это результаты оперативно-розыскной деятельности, в первую очередь. Ага. А, Эдгар Сергеевич, а в Вашей работе особо важные дела, да? Здесь многое зависит от того, что есть люди неравнодушные, которые сообщают. Или тоже эта основа идёт, с чего всё начинается, оперативно-розыскная работа? Ну, это в зависимости от категории расследуемых преступлений. Потому что, как коллеги пояснили, коррупционные преступления, люди, которые их совершают, соответственно, это люди, как правило, образованные, грамотные, имеющие, может быть, даже и не одно высшее образование, которые конспирируют свою деятельность, пользуются услугами посредников при передаче той же взятки, а то и нескольких посредников. Могут получать взятки под видом юридических, оказание юридических услуг. В общем, завуалировать свою деятельность. И при таком подходе раскрыть такое преступление без участия оперативно-розыскных мероприятий, без уполномоченных сотрудников оперативных ФСБ, полиции, достаточно тяжело. В моем случае тоже бывали коррупционные преступления, я их расследовал, и раньше и с коллегами во втором отделе работал. И, как правило, вам в моей практике не случалось, чтобы какой-то добровольный гражданин пришел и заявил. Не случалось. Да, в основном это все-таки кропотливая работа оперативных сотрудников, которые проводят негласные оперативные мероприятия, такие как использованные аудиозаписи, скрытых видеонаблюдения, прослушек и прочего-прочего. У них большой арсенал, так скажем, технических средств, о которых даже иногда и мы не знаем поначалу. И, соответственно, собирая по крупице уже эти детали, как правило, лицо, которому ты предъявляешь такого рода подозрения и обвинения, изначально занимает позицию, что нет, ребята, вы что, мне денег были должны. Или это провокация. И, соответственно, дальше уже идет в установленном законном порядке состязательность сторон, защита, обвинения. Ну, многие обвиняемые под, так скажем, натиском собранных доказательств признаются вину. Некоторые до конца идут, что я не виновен. Поэтому в данной категории дел она является достаточно сложной и интересной. Вот мы еще по одному вашему делу поговорим. Мне бы хотелось просто узнать, чтобы расследовать такое дело, нужно еще специально? Мне кажется, что это экономическое образование нужно. Если какое-то финансовое образование нужно следователю. Это такая обширная сфера? Где черпаете знания? На самом деле, для нашей деятельности мы часто привлекаем специалистов в различные направленности. Например, если дело связано с строительством, специалист может быть в сфере строительства. Проводится, например, бухгалтерская экспертиза, либо необходимо дать комментарии, дать направление следователю работы. Можем использовать специалиста в сфере бухгалтерской направленности. И так далее. А то каждому исследователю расследовавшись одно дело, нужно сразу успеть закончить два вуза еще параллельно, а потом другое дело в другом направлении. Эдгар, вот ваше какое-то интересное дело, которое расследовалось недавно, вот в этом году, в 2020. Да, и оно в настоящий момент еще не закончено. По заведомо ложному сообщению о готовящейся взрыве на объектах транспортной инфраструктуры, расположенной в городе Твери. Это то, что сейчас очень актуально по всей России, к сожалению. Да, я думаю, многие жители, особенно города Твери, помнят события ноября 2023 года, когда сотрудники правоохранительных органов перекрывали последовательно Красинский мост и Затверецкий мост. Вот по данному факту установлены фигуранты. К сожалению, один фигурант у нас находится за границей и действовал, так скажем, посредством сети интернет, координируя деятельность двух других фигурантов, которые в настоящий момент задержаны, им предъявлены обвинения, они содержатся в СИЗО. Соответственно, там фигуранты из иной личной заинтересованности разместили под данными мостами муляжи взрывных устройств, похожие, очень хорошо завуалированы под настоящие. А я помню, я в патрульной журме показывала материал, да, у меня были фотографии, ничего не отличить. Да, и, соответственно, в целях дестабилизации органов государственной власти, у них квалифицирующий, там есть признак, статья 207 сообщили, об этом в государственные органы. Соответственно, сотрудники правоохранительных органов прибыли на место, данный предмет, на Красинском мосту данный муляж даже подрывали, то есть саперы. На второй муляж тоже выезжали саперы, мосты полностью перекрывались, транспортное движение полностью парализовано было, жители в социальных сетях жаловались по данному поводу. Ну, здесь есть и такая ситуация, как мы видим, или все происходят взрывы. В обоих случаях еще так совпало, что это была пятница и вечер, и на одном, там, 17 ноября, насколько помню, 23 ноября, вот, то есть люди стояли в пробках, кто-то спешил, кто-то опаздывал, и, соответственно, в настоящий момент уже лица установлены, и, в принципе, уголовное дело находится на завершающей его стадии. Уважаемые друзья, наша программа постепенно подходит уже к концу, скоро. Мне бы хотелось, вот, Сергей Дмитрий, от вас услышать, вот, такой совет, жителям региона, возможно, вот вы сказали, каким образом раскрываются преступления, какие хитроумные схемы, как этот клубок разворачивается, что не надо тешить себя надежды, да, кто с дурными помыслами, будет всё раскрыто, и человек принесёт наказание. Конечно, скорее всего, по каждому факту, да я даже уверен, что, в принципе, точно это будет установлено, вот, и в любом случае коррупционные схемы, которые могут участвовать нерадивые чиновники, будут привлечены в главную ответственность. Мы же их выбираем, это же наши чиновники, это наша жизнь, куда же они лезут-то, а? Дмитрий, ваш совет? Ну, я здесь полностью поддерживаю Сергея Владимировича, в данной части любое преступление будет раскрыто, как говорит наш руководитель, до нас эту схему уже кто-то придумал, нам остаётся её просто обратно раскрутить, поэтому... Ну, вообще-то да. Зачем изобретать велосипед, когда мы можем просто с привлечением оперативных подразделений всё это выявить? Валентин, ваш совет, почему следствие? Почему кто сейчас думает, а, идти ли или нет? Всё-таки следователи это призвание, но, несмотря на это, это очень безумно интересная работа, когда ты смотришь, читаешь дела, даже преступления прошлых лет, да, по которым я профилируюсь. Это очень интересно, смотреть, как это происходило, ты погружаешься полностью в работу и действительно становишься специалистом в любой области. Эдгар, ваше последнее слово, 20 секунд. Ну, я советовал бы всем молодым специалистам и студентам, кто ещё решает, идти или не идти в наше направление, приходите к нам, приходите обязательно к нам, общественными помощниками, мы вас всему научим, всё расскажем и наставим на правильный путь. Ура, товарищи! Дорогие друзья, с праздником вас ещё раз! Спасибо вам за вашу работу, спасибо, что наша безопасность сохраняется. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин